Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня будет такой спонтанный немного ролик. Я вообще не планировала снимать, но почему-то мне захотелось поделиться коллекцией своих украшений. Я посмотрела, что такое ролик я давно очень выпускала. И дали все покупки своих украшений. Ну, это были какие-то такие точечные покупки. Я их куда-то внедряла в отдельные-в отдельные ролики. То ли фавориты, потом отдельно там были у меня грузинские, по-моему, дизайнеры видео. И теперь я решила показать всю коллекцию своих украшений. Показать, что я ношу, что не ношу и берегу. В общем, какие у меня есть такие предпочтения. Рассказать о своей личной вкусовщине. И теперь я перемещусь за кадр и буду показывать непосредственно сами украшения. Потому что, как я смотрю ролики о украшениях, мне, например, интереснее все-таки поближе рассмотреть каждый нюанс, каждую деталь. Итак, поехали! Итак, первое, с чего мы начнем, это, наверное, с вот этих украшений, которые находятся у меня в коробке Армани. Здесь будут все украшения в коробках, в принципе, как я их и храню. Итак, первые серьги здесь лежат грузинского дизайнера. Я, к сожалению, сейчас я все названия не припомню, но все будет в инфобоксе. Это одни из моих самых любимых сережек. Обалденный вот таким вот красивым камнем глубоким. Он и не черный, и не зеленый. В общем, непонятного, неоднозначного цвета. Там вкрапления есть зеленые, синие, сиреневые. Тоже я не сильна в названиях камней, но бренд, я оставлю ссылку под видео. У них невероятно красивые украшения, и эстетика этого бренда полностью отвечает моему внутреннему миру. Обожаю эти серьги, они очень нарядные. В принципе, можно их внедрить под простой наряд и на каждый день, если у вас контрастная внешность. Не остаются они незамеченными, всегда в поле и в центре внимания, и получают кучу-кучу комплиментов. Посмотрите, какая тонкая, красивая работа. И они не тяжелые, я не могу сказать, что они тяжелые. И застежка здесь вот такая вот. Раз. И защелкивается. Это мы, когда поднимались на Казбеги, был магазинчик, и я просто сходу с витрины влюбилась в эти украшения. Далее, здесь уже бренд написан. Это одно из недавних моих приобретений. Я эти сережки показывала. Это вот такие вот золотые крокодильчики. У меня не самый большой размер, есть еще в более крупном исполнении. Вообще, я желтый металл не люблю, но наступил такой момент, когда мне захотелось для определенного образа иметь такие серьги. Были еще змеи, но я выбрала крокодилов. И были в зеленой эмали также еще такие серьги. И отличались еще, они были с загнутым хвостиком. Но я выбрала именно крокодилов. Под полностью черный наряд я применяю эти серьги. Ношу редко, это не на каждый день, но всегда очень празднично. Дальше опять грузинский дизайнер. На этот раз я уже помню название бренда. Это бренд Lanuk. Эти серьги деревянные. Они есть в разных цветовых вариантах. Голубые, красные, белые и черные. Я выбрала именно вот такие в виде подков. Мне они очень нравятся. Я их ношу часто с обычными футболками, джинсами. Я думаю, вы их неоднократно видели в инстаграме. Подумывала купить еще какие-то белые, либо в красном дереве. Посмотрю, как этим летом, чего будет требовать моя душа. Очень они применимы к моим нарядам. Я, честно говоря, даже не думала, что со столькими нарядами я смогу их комбинировать. Точно так же в центре внимания. Девчонки спрашивают, интересуются. Многие, я знаю, купили по моим рекомендациям. Видели в инстаграме, на ютубе и так далее. Мои самые-самые, одни из самых любимых. Далее, следующее. Прям так в пакетике я их храню. Это Mokka Handmade. Вот такое вот украшение на шею, из кожи. Здесь вставки из металла. Очень неординарные. Точно так же оно не остается незамеченным. Просто производит фурор. Отлично вписывается, конечно же, в мои наряды ЧБ. С брюками Александра Маккуин смотрится просто шикарно. Я один раз одевала на наши такие модные сборища. Это украшение. Ну, это был просто фурор. Есть очень красивые фотографии эффектные. В инстаграме я очень довольна, что я рискнула и заказала. Вообще, я редко покупаю по интернету. Но я увидела эту вещь и поняла, что это моя. Есть в различных цветовых вариантах. По-моему, коричневое есть такое украшение. Для более светленьких девушек оно подойдет. Здесь есть гравировка Mokka Handmade. Вот она застежка. Можно меньше-больше делать. Но у меня вот этот вот круг полностью лежит по моей шее. Прямо как под меня снимали замеры и делали. Очень-очень красивое украшение. Летом буду его носить еще больше. И к нему также есть еще браслет. Я немножко позже покажу. Но я ношу отдельно. И браслет я еще не одевала. Берегу его для лета. Вот прям так в пакете и храню это украшение. Далее покажу украшение Armani. Вот такое вот объемное. Это прям коробка и с этого украшения. Очень интересно смотрится со свитерами. И какими-то такими рыхлыми текстурами. Объемными вещами. Потому что оно очень-очень крупное. Так выглядит с обратной стороны. Мне нравится все здесь. Здесь крупные застежки. Вот эти вот крупные нити. Обалденное. Красивое украшение. Как летом с ним сложится судьба не знаю. Но попробую его также носить летом. Дальше следующее украшение. И моя палочка-выручалочка. Это бусы жемчуга. Они достаточно длинные. Их можно сложить в два раза. Можно ниткой такой просто длинной в один раз. Это такие бусы. Такое украшение, которое всегда освежает образ. И я их, по-моему, одевала в видео о трендах 2019 года. И девочка мне написала о бусике с жемчугом. Я дословно не помню. Модно еще носить? Я написала, что да, модно. Это никогда не выходит из моды. На что она мне ответила. Очень жаль, что вы рассказываете о моде. Не то, чтобы очень неприятно было это слышать. Но просто хочется сказать, что таким товарищам просто вы заходите тогда в описании, где написано. Я считаю, что бусы это вообще вечная классика. Они никогда не выйдут из моды. Я планирую докупить еще нитку более крупного, совсем немного жемчуга и более мелкого. И носить три нитки, комбинировать. И вот именно такие вот длинные хочу. Посмотрю, как будет выгоднее все-таки докупить. Либо же все же я мечтаю о бусах Шанель. Очень мечтаю о красивых бусах Шанель. Конечно же, там жемчуг единственное, что не настоящий. А мне хочется вот такой вот шелестящий, шердящий жемчуг. Это так успокаивает. И он такой холодный, тяжелый. Я очень димебусами довольна. Муж мне привез из Китая. Это настоящий жемчуг. Я очень-очень довольна. Но именно не морской, а речной, по-моему, жемчуг. Далее я храню вот такой вот камушек. Это из Грузии, из нашей поездки. Он очень красивый. И храню вместе с ювелирными украшениями частичку Грузии. И так, дальше здесь будет пару слов о такой бижутерии, как Шанель. Я, конечно же, уже показывала ее в своих видео. Рассказывала. Но хочу рассказать и показать эти украшения. Как они выглядят в процессе носки. Что с ними случилось. И я уже отдавала в ремонт. Сейчас готовилась к видео. И увидела, что у меня вот на одной сережке опять... На какой? На вот этой. Не хватает пару камней. Точно так же на этой серге у меня выпадали камешки. Я принесла в бутик. И без каких-либо документов, чеков и так далее. Хотя мы их покупали в киевском бутике Шанель. У меня приняли серги. В течение трех дней отремонтировали. Прозвонили. Все было готово. Я, честно говоря, была сервисом поражена. Я даже не надеялась, что мне их отремонтируют. Вот теперь опять понесу. Пусть они мне их почистят. Не знаю, чтобы они блестели, сверкали. И у меня еще были слабые вот эти вот застежки. Мне их также поменяли. Девочки, поэтому с сервисом я, в принципе, довольна. Я не ожидала, что тем более так быстро все сделала. Дальше я буду рассказывать о Тиффани. И вы поймете, почему у меня не было каких-либо ожиданий. Более того, что это бижутерия, это даже не серебро. С сергами довольна. Это одни из моих самых любимых украшений. Они настолько уместные. Есть похожие модели без вот этого ушка верхнего. Просто эмблема Шанель. Есть жемчужинками внизу. То есть вариантов очень много. Я их люблю нежной любовью. Эти серги, они мне дороже любых украшений. С бриллиантами, жемчугами и так далее. Дальше еще одни украшения. Вот товарищ резинка. Также была у меня, ну как поломана здесь. Луснула резинка у меня. И муж отнес точно так же в бутик Шанель. Мне ее отремонтировали. Теперь она как новая, даже еще лучше. То есть со временем, как у меня будут изнашиваться эти изделия, я буду просто относить в бутик, чтобы мне их приводили в должное состояние, в нужное. Резинку также храню в коробочке. А вот что касается брошек, никаких проблем у меня не было. Здесь тоже вот есть камни. На камере, не знаю, видно, нет. Эту брошь я использую как украшение на верхнюю одежду, потому что она сделана из более грубых материалов. Она более такая тяжелая, увесистая. То есть она украшает пальто. Вот так она выглядит. Она немного меньше. А эту брошь с жемчугом я использую на одежду. На кофты, жакеты, блузки. Иногда свою нить с жемчугом я закалываю сбоку этой брошью. Мне так очень нравится, как это выглядит, несмотря на то, что жемчуг по цвету разный. Но я считаю, что это уместно и красиво сочетается. Люблю эти украшения. Еще раз повторюсь, больше каких-либо восьмикратных бриллиантов, которых у меня нет. Больше золота и так далее. Это мои самые любимые украшения. Я ни на секунду не пожалела, что когда-то мне взбирала такая идея, что они мне срочно нужны. Дальше грузинские украшения. Вернее, здесь одно грузинское. Это вот этот браслет, который идет как бы в комплекте. Но он не в комплекте, от этой же марки торговой, что и на шею. Вот это красивое кожаное украшение от мука, что я ранее показывала. Полностью по руке это украшение мне облегает. Я вот планирую, там у меня началось одно мероприятие. Я думаю, что фото в Инстаграм вы увидите с этим украшением. Планирую его носить. И мне кажется, это будет смотреться очень необычно. Будет смотреться необычно. То есть в таком украшении я явно никого не встречу. Что меня радует? Далее мои свадебные серьги, которые вы, наверное, миллион раз уже видели, девочки, которые давно на моем канале. Я выбрала эти серьги, потому что на тот момент, когда я выходила замуж, ну, было не до настоящей нитки жемчуга. Мне хотелось чего-то необычного под мое простое свадебное платье. Я выбрала такие серьги, которые я могу носить и... То есть, ну, не на свадьбу. Точно так же с простыми какими-то нарядами, с платьями. По весне очень красиво они смотрятся. Такие желто-голубые камешки. Ну, это не натуральное все, это пластмасса. Но ничего не пожелтело, не отвалилось за столько-столько лет. Уже больше шести лет этим серьгам. Далее, сколько этим... Сережкам лет я даже и вспомнить не могу. Это итальянские сережки. Если я найду ссылку на бренд, то я оставлю. Если не найду, девочки, извините. Покупала. Это не то, что какие-то очень брендовые украшения, просто магазина этого уже нет, где я покупала. Ссылку на их Инстаграм, соответственно, оставить я не смогу. Но это точно итальянский бренд. Украшения достаточно дорогие. Просто не очень популярные. Понимаете, это вот на такого любителя, как я. Такая чита-дрита. Вы видите, все огромное, тяжелое. Но им очень-очень много лет. Господи, дай Бог памяти. Лет, наверное, восемь. Боже, страшно сказать. Посмотрите, они довольно неплохо выглядят. То есть, чтобы снять видео на YouTube, да, и вот так вот сделать какой-то красивый акцент, в камере еще можно одеть. Почему-то сейчас на камеру вот эта нитка выглядит какой-то выгоревшей, но нет, она достойная и не очень потрепанная. Камень, ничего не повылетало, не поотлетало. Ладно, я долго на них не буду зацикливаться. Вы миллион раз меня в них видели. Но когда вы будете в торговых центрах, если вам интересна такая бижутерия, остановитесь к островкам, там, где продают израильскую и итальянскую бижутерию. Возможно, вот там вы встретите. Это хорошая, качественная бижутерия. Просто какой-то не очень разрекламированный бренд. Дальше здесь будет то, что я ношу. Тут уже дальше глубже то, что я не ношу практически. И начну с Тиффани. Я буду Тиффани ругать сейчас. По поводу сервиса. Я недовольна. Но сначала начнем с вот этого браслета. Я покажу украшения, какие мне нравятся в носке, какие не очень. Вот этот браслет мне нравится тем, что он ни разу не потемнел. Никаких проблем у меня с ним не было. Единственное, что очень маленькая застежка. И самой себе застегивать этот браслет неудобно. Если бы я покупала себе браслет, то я бы брала, наверное, без зеленой эмали. Хотя это же цвет Тиффани. Но я бы предпочла просто вот так, чтобы все выглядело. Просто серебряное. Очень распространенная модель. Часто, густо я встречаю на девочках в Киеве этот браслет. Дальше кольцо Тиффани. Тоже никаких замечаний по поводу этого кольца нет. Я носила все без проблем. Оно не темнеет, очень удобное, не гнулось. Никаких проблем с ним не было. Также могу рекомендовать, если вы подумываете, что-то приобрести из Тиффани. А вот проблемы у меня были с цепочкой Тиффани. Вот этой вот. Точно так же очень распространенная модель. У многих девочек она встречается. Застегиваю ее нормально сама, все без проблем. Хоть и очень-очень тонкая сама цепочка. Она у меня просто потемнела. И я отнесла в бутик Тиффани ее чистить. Чистили очень долго. Один раз позвонили, не дозвонились, но это не суть важно. Больше не стали звонить. Мы уже пришли сами в бутик спрашивать, как проходит обслуживание, техобслуживание изделия. И услуга была платная. Причем она платная и значительно дороже, чем если бы мы просто отнесли к ювелиру чистить эту цепочку. Честно говоря, я даже писала на их официальный сайт Тиффани, что не может быть отношения к клиентам разное в Нью-Йорке, Москве и Киеве. Но я считаю, это ненормально, чтобы клиент доплачивал за то, чтобы чистить изделия. Зачем я буду отнести тогда в Тиффани, ждать, когда я могу за 5 минут отнести ювелиру, дать 20 гривен, не 200, за то, чтобы мне ее почистили. Они сказали, да, мы все понимаем, но вот извините. Я считаю, если бутик нерентабельный, то проще его закрыть. Все равно никакого сервиса вы не оказываете. И люди купят лучше где-то за границей и вернут tax-free. В общем, у меня остался такой негатив, больше я Тиффани не... Ну, мы не покупаем. Так, и еще одна вот такая цепочка. У меня есть более длинная, более длинный кулончик. Ключ. И тоже здесь золотая, господи, зеленая эмаль. Здесь зеленая эмаль, и я люблю эти две цепочки носить вместе. То есть... Вот так вот, одна более короткая, и внизу висит вот так вот ключик. Мне нравится так носить, и, ну, я не видела, чтобы так кто-то делал такую многослойность. Вот. Я ношу, и мне, в принципе, нравится. Вообще, по сути, больше никаких замечаний к Тиффани нет, но вот только с этой цепочкой, которая у меня темнела, и инцидент. В магазине, кстати, сказали, она потемнела из-за того, что вы не носили. Ну, как бы зима, такие тонкие изделия я не носила. Вот. Колечко, вот, не хватает еще сережек каких-то для полного счастья. Дальше здесь уже, как вы поняли, будет Пандора и Тоус. Надо быстрее уже рассказывать, очень длинное получается видео. Такой вот браслет Тоус я покупала этих мишек, потому что мне, потому что мне они напоминают моих маленьких мальчиков. Таких же толстеньких, миленьких, которых хочется жмакать и целовать. Планировала этот браслет носить я с джинсами, но, честно сказать, ношу редко. С маленькими детьми неудобно. Ну, неудобно мне. А вот серьги такие же есть мишки. Очень удобные, классные на каждый день. Я их просто обожаю, эти серьги. Классно сочетаются. Ну, с джинсами одел и побежал. Без какой-либо, знаете, такой претензии. Обычные, обычные серьги, они очень блестят, сверкают. Шлифовка у них хорошая очень. Вот на такой застежке. Я их снимаю, в них не сплю, не купаюсь. Серьги очень носибельные, довольна ими. Довольно, еще раз повторюсь. Дальше Пандора. С Пандорой у меня как-то любовь закончилась. Временно я потом перешла, видите, на толстую, не сильно завязалась. Есть украшения, ношу. Прям на пальцах одной руки могу пересчитать, сколько раз за год. Вот такое кольцо, видите, цветочка. Ага, наврала. Вот эти украшения Пандора я ношу. Вот такое кольцо. Оно смотрится как какое-то винтажное, старинное. Его очень люблю. Ношу с вот такой вот россыпью. Я не знаю, что тут за камушки. Какое-то стекло. Но сверкает и смотрится очень-очень хорошо. Мне нравится, что это все выглядит очень винтажно, как будто бы мне бабуля оставила это все по наследству. Вот это мое самое любимое сочетание колец. Очень люблю. Далее вот эти серьги Пандора. В таком стиле а-ля Булгари. Мне нравится, что здесь буковки по бокам. Раньше я их носила вообще не снимая. Не снимая, сейчас намного реже ношу. Они уже не так сверкают. Возможно, просто нужно их почистить. Из всех браслетов Пандора, что у меня есть, мне больше всего нравится вот этот просто, который сделан в металле. С застежкой вот с камнями, с такими стразиками. Вот это мой самый любимый браслет. Он достаточно такой тяжелый. Это все такие, ну это не полые, а тяжелые бусины. Здесь две клипсы, чтобы бусинки не ездили. И дальше точно так же этот браслет посвящен моим малышам. Вот есть два пупсика одинаковых и мама. И дерево вот семейное, family. Это мой самый любимый браслет. А эту бусинку я сняла мне когда-то муж дарил на 14 февраля браслет. Дальше его покажу, но я пересобрала на свой вкус. Это мой первый браслет Пандора. Здесь я пыталась делать симметрию, потом передумала. Здесь не все бусины Пандора. Вот эти вот эмаль Пандора, которая пожелтела. Дальше вот эта вот девочка Пандора, клипса Пандора, голуби Пандора. И вот эту бусину, вот эту, вот эти, в общем, две крупных муж привез из Италии мне когда-то. И они мне безумно нравятся. Дальше вот эта подвеска тоже Пандора. Звезда Пандора, клипса Пандора. Это мне Кума дарила очень классная. Шоппинг Куин. Классная такая подвеска. Вот, в принципе, и все. Ношу, честно говоря, очень редко этот браслет. Хотя, в принципе, он красивый. Знаете, почему я не ношу Пандору? Потому что, как не придешь в магазин, постоянно какие-то маленькие девочки, школьницы покупают себе украшения из Пандоры. Но как-то не хочется выглядеть, как одиннадцатиклассница. Даже не то, что одиннадцатиклассница, а одиннадцатилетним покупают уже браслеты. Просто, возможно, ушло как-то время этих браслетов. Не знаю, пока не ношу. Но я не собираюсь с ними прощаться. Я уверена, что будет еще через время всплеск и бум. Дальше одна клипса у меня есть. И вот такой вот браслет. Одно время эти браслеты сняли с производства. А потом вновь выпустили эти браслеты. Я успела схватить. Успела схватить эти браслетики. Далее, девчонки, показываю серьги Пандоры. Вот на серьги в Пандоре стоит обратить внимание. Но они смотрятся просто как бриллианты в ушах. Сверкают обалденно под какие-то вечерние наряды. Очень сдержанные, лаконичные. Вот эти серьги люблю и ношу их так же часто. Также на мои старые видео о Пандоре очень много было негатива по поводу того, что я неправильно носила браслеты. Я могу сказать и к этому видео, если мне по-прежнему будут писать какие-то торговые представители от Пандоры, либо ещё кто-то, я буду просто блокировать. Я не рекламирую, я вот показываю, вот у меня две бусины, они потёртые, они стёрлись сразу на второй день после носки. Я работала директором магазина, как бы я коробки не тягала, я сидела за столом, за компьютером. Я не считаю, что в таком ценовом уровне шармы должны тереться. И плюс мне девочка, которая работала в Пандоре, моя знакомая, сказала, что да, эти все шармы, они вот такие вот идут, они все стираются. Ну это не брак, но это недочёт. Хотя брак, это брак. Ну как это, это носить вообще, вообще даже невозможно. Это носить невозможно, они полностью потёртые. Вот, поэтому в Пандоре тоже бывает брак, точно так же, как и в Мерседесах и в BMW. Поэтому, пожалуйста, представители, не пишите мне, что я как-то неадекватно ношу украшения. У меня тут к Тиффани претензии и к Шанель, не то, что к Пандоре. Вот, и есть вот такая вот ещё у меня подвеска. Пандора, я её не ношу на браслете. А вот здесь камень более качественный, и он у меня не потёрся, нет ни царапин, ничего, абсолютно. Но я на браслете не ношу, я храню её как подвеску на шее, очень красивая, тоже лаконичная, сдержанная. У меня цепочка с белого золота, и я нанизываю её туда и ношу. Всё, девчонки, таким было видео о моих украшениях. Я надеюсь, что вам понравилось. До скорых встреч, всем пока!